МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. В студии Елизавета Хмелева. Сегодня в выпуске. Рецепт от главы Чувашии Михаил Игнатьев подвел итоги развития Морпосадского района за 2012 год. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Мне очень понравилось. Только хочется, чтобы два раза в неделю был бассейн. В Чебоксарской школе открылся бассейн. Накануне 8 марта. Наш бесплатный долг – это поздравить всех наших матерей, бабушек и сестер с замечательным праздником 8 марта. Поздравляем вас. Как мужчины собираются поздравлять своих любимых женщин? Район с большим потенциалом. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев подвел итоги социально-экономического развития Мариинского посада. Точки роста на карте муниципалитета – сельское хозяйство и туризм. На это необходимо сделать ставку. Рецепт для оздоровления местной экономики марпосадским властям выписал глава Чувашии. Курс на оздоровление местной экономики выбран правильный. Результаты уже налицо. Повышается заработная плата, снижается уровень безработицы. Поддерживают муниципалитеты федеральные программы. В прошлом году удалось капитально отремонтировать здания пяти школ. Вплотную модернизация подобралась и к марпосадской медицине. Капитального ремонта в прошлом году дождались и девять жилых домов. Строить в районе тоже начали больше. Только в 2012-м новоселье отметили 80 марпосадских семей. Сферу ЖКХ пока тормозят долги населения. Они копятся с каждым месяцем. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, малообеспеченным семьям из районного бюджета выделяют субсидии. Но помогает? Мало. Задолженность необходимо ликвидировать в ближайшее время, потребовал глава региона. К ответу он призвал руководителей управляющих компаний. Часть населения неполучиспособна. Судебные решения тоже есть, где-то полтора миллиона. На сегодняшний день у нас долг за газ 6 миллионов с текущими долгами. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас убавились долги. У нас самая большая проблема – это нет нагрузки котельной. Или вы работаете дальше эффективно, или просто вам надо уходить, другие придут и сделают очень быстро место вас. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства сегодня очень острые. Потенциал у района огромный. Прежде всего, развивать необходимо туристическую отрасль. Приметных мест в Мариинском посаде достаточно. Особенной популярностью в летний сезон пользуются гостевые дома. У берегов города теплоходы швартуются часто. Только по Волге сюда приезжают гости из Татарии, Башкирии и Москвы. Скоро здесь будут останавливаться и болгарские суда. Самая главная задача – привлекая туристов, мы должны, создавая благоприятную среду, научиться зарабатывать на этим финансовые средства и пополнять доходную часть бюджета. От этого будет социальное самочувствие лучше и горожан города Марбасад, и жителей Марбасадского района, и всех гостей, которые будут сюда приезжать. Осваивают марбасадцы и Волжские острова. Два года назад у берегов деревни Кушникова возвели настоящие шалаши. Туристам, которые приезжают сюда, чтобы забыть о городской суете, здесь рады всегда. На подобные проекты районные власти делают ставку. Маринско-Пасадский район и проект Кушниковские шалаши получили две золотые медали. По итогам ежегодного конкурса «Лидер туриндустрии-2012» Маринско-Пасадский район стал победителем сразу в четырех номинациях. Цесарки, фазаны и даже павлины. В своем хозяйстве житель Марпасадского района Геннадий Данилов содержит необычную птицу. Для мужчины это не только экзотика, но и хороший доход. Пернатых на мясо он не забивает, выводит птенцов и продает другим фермерам. Конкурентов в республике у него нет. В ближайшее время свой необычный питомник он планирует пополнить новыми животными. Коров держу, но с коровом тяжеловато у меня, потому что в возрасте 65 лет. Теперь сейчас захотелось оленей иметь, пятнистых. Звонил, договорился. Это далеко отсюда, в Барнауле. Это Алтайский край, по-моему, получается. Вот они с доставкой домой прямо. Однако фермеров в паринском посаде мало, отметил глава республики. Переломить ситуацию необходимо. Земли, довольно мощные ресурсы, хорошая статья дохода. В этом году местным властям необходимо сработать лучше, поставил задачу Михаил Игнатьев. Приятная миссия – вручение почетных наград. Один из дипломов достался мэру города. В прошлом году Мариинский посад был признан самым благоустроенным в республике. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. В каждом регионе Приволжского федерального округа созданы рабочие группы по контролю за исполнением поручений президента России. 6 марта состоялось ее первое заседание, в работе которого принял участие главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров. Были рассмотрены вопросы предоставления муниципальными образованиями семейных участков многодетным семьям и возможности оказания иных мер государственной поддержки. В республике 8746 многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление участков. Общая потребность – 20,5 миллионов рублей. При этом в бюджете Чувашии до 2015 года предусмотрено около 8 миллионов. По итогам заседания рабочей группы предусмотрено направить членов совещательного органа в муниципальное образование для анализа ситуации на месте и выработки предложений по многовариантному решению государственной поддержки многодетных семей. Небольшой бассейн – Большие Победы. В Чебоксарской школе номер 45 планируют научить всех школьников плавать и воспитывать новых чемпионов. Построенный в прошлом веке вместе со школой бассейн уже устарел. В этом году благодаря инвестиционной программе появилась возможность реконструировать его за счет средств республиканского бюджета. В 45-й школе каждое утро начинается зарядки. Но сегодня она особенная, праздничная. Спустя почти 8 лет здесь открыли долгожданный бассейн. Красную ленточку вместе с высокими гостями перерезала и гордость школы, чемпионка Чувашии по художественной гимнастике Елена Васильева. От старого бассейна здесь ничего не осталось. Помещение даже частично подверглось перепланировке. Строители заменили плиты перекрытия, внутренние инженерные сети, установили новую скатную кровлю. Совершенно новое покрытие, новая чаша, новая вентиляция, новая очистка воды. Там есть и механическая очистка воды, и химическая очистка воды. Пахнет озоном. Заметили, да, как там хорошо пахнет? Вода голубая, чистая. Самое удивительное для меня вообще впервые было видеть это водный пылесос. То есть бассейн чистят пылесосом. Вообще все великолепно. Кроме этого появились новые помещения для раздевалок, для мальчиков и девочек со своими туалетными комнатами. Первыми счастливчиками, кому повезло окунуться в приятную голубую воду, оказались ученики четвертого класса. Мне очень понравилось. Только хочется, чтобы два раза в неделю был бассейн. У нас в три раза в неделю проходит физра. И один раз на улице, один раз в зале, один раз буду в бассейне. Думаю, что будет все хорошо и все научатся плавать. Этого подарка ждали не только ученики и их родители, но и учителя. В школьном расписании урок плавания появится у всех. С первого по одиннадцатый класс. Сказать, что мы воспитываем радость, это, наверное, очень мало. Восемь лет отсутствовала работа бассейна. Это целое поколение пропустило уроки плавания. Но мы будем делать дифференцированный подход каждому учащихся. Определенная программа более увеличенная будет на тем, кто работает, уже умеет плавать. И тем, кто только обучается, с ними будет другая программа. Дети скучать на руках не будут. Учителя физкультуры уже составили план на будущее. Научить плавать каждого ученика. А затем освоить и спортивную аэробику в воде, и синхронное плавание. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Тарифы под государственным и общественным контролем. В соответствии с решениями, принятыми на федеральном и республиканском уровне, в январе тарифы на коммунальные услуги в Чувашии не изменились, сохранившись на уровне декабря прошлого года. Исключение составили тарифы на горячую воду и тепловую энергию в Чебоксарах и Новочебоксарске. Тариф на тепловую энергию был снижен. А на горячую воду были установлены двухкомпонентные тарифы для закрытой и открытой систем водоснабжения. Сейчас кабинетом министров Чувашской республики принято решение приостановить изменение тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения Чебоксар с 1 января по 30 июня 2013 года. Этот вопрос обсуждался на совещании у главного федерального инспектора по Чувашии Геннадия Федорова. По итогам совещания поручено регулярно проводить мониторинг стоимости коммунальных услуг, а также внести предложение по изменению существующей нормативно-правовой базы. В Чебоксарах перед судом предстанет профессор одного из местных вузов. Следователи обвиняют его во взяточничестве и вменяют сразу пять преступных эпизодов. По версии следствия, обвиняемый поставил свою незаконную деятельность на поток. Профессор даже установил собственный прескурант. За оценку «Отлично» требовал тысячи рублей. За четверку просил 800. Студенты, которые соглашались на такие условия, экзаменов не сдавали. С преподавателем они рассчитывались через посредников. Только в декабре прошлого года профессор получил от первокурсников около 5000 рублей. Недавно уголовное дело было направлено в суд. О противоправной деятельности обвиняемого стало известно. После того, как одна из студенток обратилась в правоохранительные органы с сообщением о том, что от них требуют взятки за представление им оценок. В результате оперативного взаимодействия следователей, следственного комитета с сотрудниками органов внутренних дел деятельность обвиняемого была пресечена. А вот трое подростков из Чувашии представлены к государственной награде. Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Александрова, Михаила Зотимова и Валерии Максимовой к медалям за проявленные смелость и решительность при спасении. Трагедия едва не произошла в июле 2011 года на пруду в Марпасадском районе, где в это время без присмотра взрослых купалась группа детей. Они не умели плавать, купались на кусках пенопласта, который в определенный момент выскользнул из рук. Валерия Максимова, Александр Александров и Михаил Зотимов услышали крика помощи, не растерялись и спасли девочек. Почему награды задержались на полтора года, сайт главного управления МЧС России по Чувашии не сообщает. К другим новостям. Чувашский государственный университет вступил в Русское историческое общество. На заседании общества наш вуз представлял декан исторического факультета Олег Широков. По его словам, это событие стало одним из знаменательных в научной жизни республики. О значении Русского исторического общества Олег Широков рассказал в нашей съемочной группе. Русское историческое общество – организация с вековой традицией. С 1866 по 1917 общество занималось координацией деятельности всех историков Российской империи. Было фундаментальным центром исторических исследований. Большевики упразднили его. В 2012 году, в год российской истории, общество было воссоздано. Инициаторами возрождения стали ведущие научные и общественные организации страны – Академия наук, Московский государственный университет и многие другие. Общество возглавил Сергей Нарышкин, спикер Госдумы. Инициатива вступить в это общество исходила от преподавателей исторического факультета Госуниверситета. 27 февраля в Мироваренной палате Московского Кремля Госуниверситет приняли в члены Российского исторического общества. Надо заметить, что ЧГУ – один из немногих региональных вузов России, которые вошли в эту организацию. Олег Николаевич привез из Москвы уникальную книгу – один из первых результатов деятельности общества. Уникальная книга, фоксимильное издание той самой официальной романовской истории об избрании на царство и венчание на престол первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича Романова. Книга издана впервые. 300 экземпляров пока на данный момент тираж, поскольку вплоть до сегодняшнего дня не было полного перевода, не было полного издания, которое было бы доступно. Общество среди своих многочисленных целей ставит борьбу за чистоту истории, методическую помощь вузам в очищении от деятелей, не имеющих отношения к исторической науке. Важный даже и не только для историков, а в целом для страны вопрос – это борьба с тем, что мы называем плагиатом. Плагиат, связанный с последними скандалами в Московском педагогическом университете. Это диссертации, которые не выполнены на должном уровне. Понятно, что, наверное, очищать свои ряды историки должны сами. Это одна из приоритетных задач на ближайшее время. Создается экспертный совет российского исторического общества для того, чтобы проводить анализ. Анализ всех диссертаций, которые были защищены и подверглись сомнению в последнее время. Историка географический факультет ЧГУ теперь может участвовать во многих проектах российского исторического общества. Один из таких – создание единого учебника по истории России. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Александр Петров. Республика. Сводите девушку в музей. Призывают Чуварский национальный музей чбоксарцев и гостей столицы. Специально к Международному женскому дню с 8 по 10 марта объявили эту красивую акцию. Каждый мужчина, пришедший в Чуварский национальный музей и музейно-выставочный центр, в течение этих трех дней в сопровождении представительницы прекрасного пола оплачивает только свой билет. А его спутница знакомится с экспозициями и выставками совершенно бесплатно. Это, конечно же, наши постоянные выставки. Национальный музей – это археология, потом история края с 9 по 19 век, по 20 века. Чуваша в 20 веке, природа Чуваши, мелодия камня, а также музейно-выставочный центр нашего музея. Это музей воинской славы и традиционный обрядовый зал. Также каждый желающий может своими руками изготовить оригинальный подарок для своего любимого человека. В 13.00 это будет сладкая роза, в 15.00 тарелка и украшение тарелки в технике декупаж. Для того, чтобы участвовать в мастер-классе, с собой ничего приносить не нужно. Все материалы предоставит национальный музей, просто нужно заранее записаться по телефону. Около 28 миллионов рублей будут направлены на реставрацию храма в Чувашии. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы «Культура России» на 2013 год. 12 миллионов из этой суммы предусмотрены на ремонтно-реставрационные работы в соборе Цивильского Тихвинского женского монастыря. По 5 миллионов выделено на реставрацию прихода храма Вознесения Господня в селе Семеновское Парецкого района и богодельни Киева Николаевского женского монастыря 18 века в Аллатаре. На восстановление самого женского монастыря в федеральной программе заложено 49 тысяч рублей. Хватит денег на продолжение реставрации Веденского кафедрального собора в Чебоксарах. Выделено около 4 миллионов рублей. На разработку проектной документации ремонтно-реставрационных работ Дома крестьянина, в котором располагается духовное училище, направят чуть более 2 миллионов рублей. Предусмотрены средства и на археологические работы, и на восстановление экспонатов музея в Чувашии. Надо отметить, что состояние 56% памятников истории культуры, находящихся на госохране, характеризуется как неудовлетворительное. Они нуждаются в проведении противоаварийных, консервационных, ремонтно-реставрационных работ. 14 памятников архитектуры и градостроительства находятся в аварийном состоянии. Цветы, конфеты, улыбки и внимание. Именно с этим набором ассоциируется Международный женский день 8 марта. Накануне праздника наша съемочная группа узнала, как мужчины республики готовятся поздравить и удивить своих любимых женщин. Обмен опытом в следующем сюжете. 8 марта – это замечательный праздник женский, который дает возможность влюбленным, молодым людям, ну и неважно молодым, немолодым, людям делать друг другу подарки, делать приятные, мужчинам делать приятные, женщинам делать приятные, женщинам красиво надеваться, радовать мужчин. 8 марта – не только главный женский день, но и первый весенний праздник. И цветам здесь самое место. Букеты на 8 марта стали уже традиционными подарками для женщин. Российские мужчины отступать от приятной традиции, видимо, не собираются. Я купил цветы девушке. Это моя коллега. Мы все ее очень ценим и уважаем. Я бы хотел поздравить всех девушек с 8 марта и пожелать им счастья, удачи и любви. Всегда дарим красный. Сегодня захотелось подарить белую розу. Потому что пока на сегодня белую, завтра будет очень большой букет подарю еще. Выбор цветов всегда сложен. Надо угадать с оттенком видом цветов. Поэтому мужчины предпочитают обращаться к специалистам. Начнем с красных роз. Красные розы – это обозначают любовь, страсть, выражают любовь и страсть. Белые розы – цвет невинности считается. Желтые розы – это пожелание богатства. То есть неправильно то, что люди считают, что желтые розы – это как бы к разлуке. Желтые розы – это золото, солнце. А хризантемы – у них свой идет смысл. Допустим, белые хризантемы – это пожелание здоровья. Чаще всего, как оказалось, к 8 марта покупают сульпаны – символы весны. Но любители и ценители роз преданы колючим всегда. Цветы я купил для поздравления своих сотрудниц на работе сегодня, так как завтра выходной, получается, 8 марта. И купил розы, потому что я сам их лично люблю, бордовые розы. Поэтому хочу подарить именно розы. Букеты могут быть разные. К примеру, состоящие из воздушных шаров. Простоят они уж точно дольше. Цветы из воздушных шаров пользуются популярностью у мужчин и у женщин. Но у мужчин больше. Но я считаю, что женщинам не важно, живые они или искусственные. Главное – внимание. Каким бы ни был подарок, главное, чтобы он был от души, от чистого сердца. Мужчины, уделяйте внимание своим любимым женщинам не только 8 марта, но и каждый день. С праздником, дорогие дамы! Екатерина Мытькова, Александр Петров, Республика. Это был последний материал сегодняшнего выпуска. Весь коллектив национальной телерадиокомпании поздравляет мам, бабушек, подруг с первым весенним праздником. Будьте любимы и счастливы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!